В 2022 году главный православный праздник будет отмечаться 24 апреля. Празднование Пасхи начинается с полуночи. Люди идут в храмы на пасхальное богослужение, с собой берут корзину с яйцами и куличами для освящения. Пасхальные угощения в России всегда отличаются исключительным вкусом и красотой. Наша съемочная группа выяснила некоторые секреты приготовления домашней Пасхи, куличей и сырнихов. Тему продолжит наш корреспондент. Пасха – главный христианский праздник, символизирующий надежду на духовное возрождение. Готовятся к светлому воскресенью с особой тщательностью. Празднику предшествует строгий пост, во время которого важно совершать только добрые поступки, приводить в порядок свои мысли и желания. На последней неделе наводят чистоту в доме и начинают готовить пасхальный стол. Как правило, хозяйки с особым вниманием относятся к созданию в доме уюта и праздничной атмосферы. Пасху, конечно, отмечаем, яички красим сами, собираемся с внуками и красим. А пасху я предпочитаю, кулич я предпочитаю печь сама. Еще бабушкин рецепт, я стараюсь это делать сама. Обязательно куличи, пасха, обязательно освященные. Ну, может быть, для кого-то это не важно, но в нашей семье это обязательно. И благодаря этому создается праздничное настроение. Творожные с цукатами, с изюмом, с курагой. Ну, творожные, чтобы были обязательно как-то так вкуснее. Все, всех с праздником, счастья, здоровья. Люблю всех. В поисках правильного рецепта вкусных куличей творожной пасхи мы отправились на крупное тверское агропромышленное предприятие «Зао Калининское». Сегодня хозяйство является лидером в молочном и племенном животноводстве, а также имеет значительные посевные площади, на которых самостоятельно выращивает корма для скота. Сотрудники закрытого акционерного общества «Калининское» бережно хранят традиции и смело внедряют передовые технологии, постоянно повышают свой профессиональный уровень. Чтобы как можно больше узнать о том, как производят молоко, руководители предприятий часто проводят экскурсии на «Зао Калининском» для ветеранов, школьников в Твери, а также для всех жителей областной столицы. Дети и взрослые знают, что рекордные надои, здоровые коровы и полезное молоко – это результат работы большого коллектива, лучшую часть которого составляют женщины. Именно сотрудницы этого хозяйства знают секреты, какой должна быть молочная продукция, чтобы получить вкусные куличи и не только. Я готовлю свой натуральный, фирменный кулич. И для этого мне необходимы натуральные продукты. Я готовлю из продуктов «Зао Калининское». Я беру творог. Творог можно брать любой жирности – 5-9%. Но чтобы творог обязательно был пастообразный. Сюда я добавляю ванилин, добавляю сахар, добавляю сливочное масло – «Зао Калининское». Натуральное, нежное, мягкое, вкусное. В творожную массу я ввожу яйца, хорошо их взбиваю. Затем вношу постепенно просеянную муку вместе с разрыхлителем. У меня получается крутое тесто. И я беру одноразовые формочки, раскладываю тесто чуть больше половины для подъема. И отправляю в духовку 180 градусов на 40-45 минут. Готовые остывшие куличи надо полить сахарной глазурью. Этот рецепт зарекомендовал себя. Им с удовольствием пользуется сотрудница закрытого акционерного общества «Калининское» не первый год. Пользуясь случаем, наша съемочная группа уточнила, на что нужно в первую очередь обращать внимание при покупке сливочного масла, творога и творожной массы. Запомните, в сливочном масле состав должен быть только сливки, в твороге только молоко и закваска. Продукция «Зао Калининская» натуральная, вкусная, с коротким сроком хранения. Если на упаковке указан короткий срок хранения, это верный признак, что продукт натуральный. А значит, точно пойдет вам на пользу. А это главная задача для любой хозяйки, которой всегда хочется всей семьей встретить праздник в радости, чтобы все домашние были здоровы и счастливы. Субтитры создавал DimaTorzok